Начнем выпуск с ЧП в Искитимском районе. В селе Легостаево неизвестные ночью разгромили мемориал славы. С пилонов сняли три десятка металлических плит с именами погибших в годы Великой Отечественной войны. Охотники за цветным менталом или вандалы украли памятные таблички с именами нескольких сотен фронтовиков. Селяне даже не сразу поняли, что произошло. Многие решили, что мемориальные доски забрали на реставрацию накануне 70-летия Победы. Полиция сейчас ищет злоумышленников. Возможно, воры попытаются сдать плиты в пункты приема цветных металлов. Отмечу, что списки с именами 650 солдат сохранились в сельском архиве и с их помощью можно будет восстановить монумент. У нас готовы списки, у нас в принципе есть все. Первоначально вид, какой именем мы, памятник и фамилии у нас все есть, естественно. Люди должны прийти и абсолютно не почувствовать того, что мы утратили. Конечно, придать общественности и суду вот этих мерзавцев. Добавлю, что администрация сельсовета обещает приложить все силы, чтобы восстановить мемориал к Дню Победы. Обычно 9 мая здесь собирается все село. Это полторы тысячи человек, в том числе и ветераны, конечно. Своими силами так быстро отремонтировать монумент сложно. Надеются на помощь волонтеров и предпринимателей. И последние подробности этого происшествия по телефону нам сообщила наш корреспондент Светлана Шуваева. Появилась информация, что на одном из пунктов приема лома цветных металлов в Бердске обнаружено несколько вот таких вот пропавших досок. Но пока полиция эту информацию не подтверждает. Несколько лет назад в Легостаево уже снимали с мемориала плиты и автомат у солдата. Это были подростки. И вот, как говорят местные жители, по стечению обстоятельств все трое погибли достаточно трагически. А тот мужчина, который принял у них этот лом на переплавку, он получил пожизненный срок за убийство. Вот поэтому местные жители еще и надеются на то, что вмешаются в высшие силы.